друзья сегодня очень интересная тема чего начать курс охраны или как научить команде чужой нужно разобрать что нужно что хотите и какая задача конкретно под вашу собаку какую амуницию нужно подобрать для того чтобы качественно научить охране очень важно подобрать место где будете учить чтобы собаки было комфортно обучаться без лишних раздражителей инструктор должен быть профессионалом потому что нужно чувствовать собаку это очень важно очень важно понять актив или реактиву собачки то есть активное действие когда она сама включается и идет в работу реактив это что-то включает собаку то есть это замах рукой плеткой или чужой делает какие-то резкие действия и движения вот это реактив актив это со спокойного действия собака включается в работу и очень важно понять чего боится собачка а что для нее комфортно во время приучения к охране очень важно планирование и подготовка нужно прописать детальный сценарий для того чтобы понимать чего вы начнете как вы будете объяснять собаки и чем у вас должно закончиться занятие после этого можно сделать тестирование очень важно иметь правильную амуницию для собаки сделать подготовку чтобы собака поняла что эта амуниция ей не навредит она должна ознакомиться с ней объяснение что такое свой чужой и для того чтобы собачка поняла как все делать правильно нужно это провести на тряпке то есть объяснить что такое захват что такое отпустить то есть выработать простые действия то есть собачка должна работать в добычу для того чтобы получилась качественная охрана нужно чтобы собак на собаке была удобная амуниция это очень важно значит из чего состоит амунирование собаки это шлия это два поводка это намордник это ошейник удалка так как выглядит у нас шлейка вот так у нас выглядит шлейка она должна быть быстро съемная сниматься очень быстро одеваться также одели защелкнули и все и работаем то есть удобный крепеж застегнули вот так она выглядит намордник можно качественный мы говорим вот это то то на которой мы приучаем собак вообще кожаный намордник специально чтобы она могла атаковать ей было комфортно удобно наморднике это тоже очень важно еще нужен простой ошейник простой ошейник будет на на собаке еще удалочка с поводком поводок который будет пристегнут к шлейке фиксировать собаку то есть пристегнутую какой-то опоре чтобы удобно было работать это уже более практическая часть будет собака должна сработать в добычу то есть она что-то будет хватать ей этим объяснить нужно ухватить это правильно поддержать побороться оживлять предметы которые неживые и чтобы собаки было интересно эту добычу хватать и бороться с ней это очень важно то есть это могут быть валики вот такой валик это может быть вот такой валик с плеткой есть можно использовать специальную кожаную дряпочку можно использовать старый кусок джинсов желательно без пуговиц убрать все пуговицы молнии для того чтобы собака не поранила себе десна зубы не повредила себя то есть с вот этого можно научить собаку что она может хватать ей виснить ей можно команда хватай держи есть команда дает пусти с этого начинается самое простое еще это могут быть мячики мячики удобные зажевываются хорошо то есть хватать их прикольно они нравятся собачкам этим самым мы вырабатываем хватку собаки то есть собака хватает команда держи она держит команда дай она пускает то есть вот это все лучше отрабатывать на игрушечках то есть хватай собака хватает команда дай собака пускает опять команда возьми она хватает этим самым мы вырабатываем команду возьми и дай Следующая амуниция, которая уже вырабатывает больше, сильнее самохватку и борьбу, это вот такие вот прихватки. Собака хватает и с ней играются в разные стороны, в перетяжке, чтобы ей было удобно. Потом, когда собака уже умеет хорошо хватать все прихватки, можно переходить на более серьезную экипировку и амуницию. То есть это рукава, это уже снаряжение, костюм, вот так выглядит рукав, он одевается, такой самый простенький, которым собака работает, повредить не может фигуранта, тут специальная защита стоит. И работаете, вырабатываете хватку, то же самое как с мячиком, возьми, да и собака привыкает, уже можно кусать в эту область человека. Это более соревновательные какие-то вещи, она не живого кусает, а опять же какую-то вещь. Перейдем теперь к амуниции, которая должна быть у фигуранта. То есть мы рассмотрели амуницию, это рукав, это мячики, с которыми играются, теперь для своей безопасности. У фигуранта должны быть такие вещи, как лангеты, защитное снаряжение, которое одевается на руки, на ноги, которые одеваются и защищают под костюмом для того, чтобы не повредить человека, который работает в амуниции. То есть есть лангеты, ими нужно пользоваться. Это обязательно для того, чтобы не было кровоподтеков, после укусов. Про актив и реактив я уже рассказывал. Если собака реагирует на чужого, уже включается, лает и бросается на него, это в принципе хорошо. Нужно понять, это игра или это по-настоящему. Это очень важно. Если собака не работает, нужно проверить, как она будет на человека, который движет всякими вещами. То есть это может быть хлыст, плетка. Он делает какие-то действия, которые включат собаку, и это будет тот же реактив. То есть собака включилась, гау-гау-гау, ее подкрепили, да, молодец. Это для того, чтобы заводить собаку, она не боялась щелчков плетки, замахал, приучают к стеку, к хлысту. Каждый по-разному это называет. Вот такая вещь, это фигуранта, нарушительная. Есть валик с плеткой совместно, когда можно работать как и хлыстом, щелкать, потом разряжать собачку в валик. И самая главная амуниция, которая будет, это дрессировочный костюм, на который собака будет производить захваты. Значит, есть облегченный, есть более жесткий. Сейчас я покажу мягкий и более такой пожестче. Значит, вот так выглядят штаны. Они на подтяжках, они везде подтягиваются для удобства. Под них одеваются лангеты, для того, чтобы не повредить человека в костюме. И куртка верхняя одевается тоже на специальных застежках. Под куртку одеваются лангеты, дабы избежать повреждений рук. Вот так выглядит у нас костюм. На специальных застежках. Защита под шею. Все на карабинах застегивается. Специальные вставки прошиты, что здесь защита, защита, защита. Но на самом деле, даже пальцами прижимаешь, оно чуть-чуть, вот как толстый поролон, там чуть-чуть сильнее, чем поролон, как прорезинено вроде такое. Но поверьте, когда кусает, это очень больно и неприятно. Вот. Профессиональная амуниция – залог качественной дрессировки. И должны понять, вот с этого будет начинаться дрессировка. Не просто кум с кумом собрались и в фуфайке побегали, побили собаку. То есть, это ни к чему хорошему не приведет. Это все можно делать без качественной амуниции. Но кто будет отвечать за безопасность вашу и вашей собаки, так как все, что делается, оно тестируется. И все материалы, из которых сделаны костюмы, они минимальный вред наносят как собаке, так и фигуранту. То есть, все сделано для качественного, скажем, обучения. Если что-то не получается и что-то пошло не так, вы должны понимать, в ком причина – в собаке или в проводнике. Это очень важно. Потому что, если неправильно объяснить собаке, что делать, она может не до конца понимать. А проводник, он как профессионал, он должен полностью вести собаку от А до Я. То есть, ошибки могут или в хозяине действиях, или в собаке, или в проводнике. Это нужно запомнить очень важно. Одна из ошибок, если не получается, пробовать кучу вариантов на своей собаке без опыта, можно только навредить. Потом сложно будет убрать многие моменты. Так что, если не знаете как, лучше не рискуйте и обращайтесь к профессионалам. Потому что потом вот это все, то, что вы слепите, придется кому-то разгребать, а не факт, что получится. Очень важно перед началом занятия сделать разминку с собакой. Потому что она будет делать определенные навыки, прыжки, хватания. Собаку нужно разогреть. Это важно. Не чувствуя собаку, можно передавить где-то или пережать. И после этого собака больше не захочет делать то, где ей было некомфортно и неприятно. На эти вещи тоже нужно обратить внимание. Не нужно давить на собаку, если она не хочет что-то делать. Импровизировать можно, но лучше договариваться о сценарии заранее. Что будет делать хозяин, что будет делать фигурант и как нужно отработать собаке. Если чуть-чуть помочь, скоординировать и подбодрить, это нужно делать. Но если что-то пошло не так, лучше начать заново, а не долепливать уже что-то к чему-то. И потом собака будет это воспринимать не серьезно, а так, ну мы потом это переделаем, если что. То есть лучше делать профессионально и качественно сразу, по сценарию, так как запланируют. Для собаки это объем работы, который она должна выполнить. Когда уже можно усложнять процесс, когда собака уже понимает четко, что такое добыча. Она хватает тряпочку, хватает мячик, она уже берет валик, она его не зажевывает. Она хорошо хватает, держит, понимает, что такое команда возьми, что такое команда дай. То есть когда она понимает весь процесс и она не боится, можно в костюме походить. Собака посмотреть на ее реакцию на костюм дрессировочный. Если все нормально, она себя ведет хорошо, готова работать. После этого можно приучить ее к рукаву хватать за рукавом. И потом только мы уже даем укусить за костюм. Он чуть-чуть помягче, но это уже как бы визуально целый человек, которого можно кусать. После такого подхода, в принципе, собака, когда поймет, что она может работать, кусать, можно дальше выстраивать сценарий проникновения во двор, нападения на хозяина на улице, охрана машины, охрана территории, дома, семьи. В общем, потом уже можно писать другие сценарии. Сегодня мы разобрали амуницию для собачки и для фигуранта, и как правильно подойти к обучению фас, чужой. Если видео было полезным, вы можете подписаться, поставить лайк, ну и написать свой комментарий, если есть что добавить к этому ролику. И думаю, что следующий ролик будет обязательно в практическом занятии, как все происходит и что зачем нужно делать. Спасибо за то, что смотрите нас. Ну и пишите комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!